На рынке жилья, по мнению экспертов, ожидаются ощутимые изменения. Дело в том, что после повышения ключевой ставки Центробанка до 20%, спрос на квартиры резко вырос. По данным ЦИАН, только количество просмотров объявлений увеличилось вдвое. При этом за минувшую неделю и цены тоже выросли до полутора процентов. Сегодня многие россияне по-прежнему рассматривают приобретение жилья в качестве одной из самых надежных инвестиций. Но в период масштабных потрясений в экономике большинство не знает, чего ждать от цен на недвижимость. Дальше ли продолжится тренд на повышение или, наоборот, жилье подешевеет? Какая судьба ожидает новостройки? Как изменится качество квартиры и отразится ли это в цене? А если есть средства, то стоит ли покупать квартиры по таким высоким ценам или все-таки переждать экономически сложные времена? Своим мнением с нашим корреспондентом поделились тверичане в ходе опроса на улицах города. Ну, если посмотреть на Авито, то цены, в принципе, те же самые остались, но с учетом подорожания строительных материалов, следовательно, должны квартиры повысятся в цене. По спросу не могу сказать, потому что, в принципе, рынок Твери застраивается постоянно, новые застройки появляются. Тут, мне кажется, даже сами строители боятся прогнозировать. Наверное, ничего хорошего пока что нельзя прогнозировать, потому что, соответственно, огромный процент на все, и цены огромные, соответственно, и никакой строительства нельзя, потому что это дорогие материалы и так далее. А про то, что, соответственно, что делать с деньгами, честное слово, тут либо можно в золото покупать, более-менее, это можно на что-то выйти. Но пока какие-то прогнозы делали, что и как будет, я, наверное, думаю, что сложно, потому что ситуация дико все меняется. Мы купили новостройку недавно, успели, с маленьким процентом еще. Сейчас, я думаю, что очень сложно будет купить вообще недвижимость, особенно молодым. А почему новостройка? Ну, новостройка – это хотя бы уверенность в том, что, наверное, дом будет стоять еще, как бы на нашу жизнь хватит, еще детям останется, возможно. Ну, я не знаю, я, конечно, не эксперт экономический. Когда повышают цены, какой смысл сейчас покупать? Бывает, и семьи рушатся, надо что-то экстренно предпринимать. Не знаю, мне так трудно судить. Я думаю, что каждый решает для себя сам этот вопрос. Потому что когда это у стаканец, кто ж его знает? Будем жить как есть, воспринимать все это на данный момент и будем решать эти проблемы по мере их поступления. У меня друг в начале января в одной фирме договорился, чтобы приобретет квартиру. Когда начались события на Украине, ну, он пошел, деньги там подкопил, собрал, пошел. Они сказали, давайте еще неделю подождем, но стоимость будет уже дороже на миллион, на миллион. Ну, ладно, подождали еще две недели, пошел. Ему сказали, что сейчас мы продавать пока не будем и дешевле вы не купите и продавать не будем. То есть строители, продавцы жилья сейчас сделали, взяли тайм-аут для того, чтобы, наверное, дождаться более высоких цен. И на этом что? Нажиться. Несправедливо, негуманно, нехорошо.